Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов, лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Ну что же, понедельник, настала пора программы «Диагноз недели». В нашей студии появляется врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Добрый день, здравствуйте. Сегодня мы поговорим об инфантильности. Обычно инфантильность всегда с каким-то негативным оттенком используется. Подразумевается под этим всё-таки, что человек как будто бы отстаёт в развитии, несмотря на то, что он… Ну, фраза «давно пора повзрослеть», а он ведёт себя как ребёнок, не желает брать на себя ответственность. И это всегда очень рассматривается как отрицательная черта характера, какая-то слабо уязвимая черта, которая, может быть, отталкивает людей, создаёт проблемы в жизни. Но, однако, всегда ли это плохо? Вот я так понимаю, что сегодня мы поговорим о таком парадоксальном, может быть, рассмотрении инфантилизма как инфантильности, как… Ну, давайте начнём со всех сторон. Вообще, что такое инфантильность или инфантилизм? Это когда в поведении, в суждениях, а иногда и в физическом облике сохраняются черты, присутствующие предыдущим возрастным этапам. Инфантилизм бывает психический или психологический, и инфантилизм бывает физиологический, когда развитие органов, допустим, есть генитальный инфантилизм, когда половые органы остаются на ранних стадиях развития, есть задержка некоторых других органов, развитие их на детском уровне, не до развития до конца. Ну, это такие крайние вещи. Мы будем говорить о психологическом инфантилизме. Как Вы совершенно правильно сказали, большинство людей, когда говорят слово «инфантильный», это носит осуждающий характер. Хотя, казалось бы, что такое инфантильность? Слово «ребёнок» происходит. Ребячливый, больше похожий на ребёнка, чем на взрослого. Иногда это незрелость суждений, по крайней мере, с чьей-то точки зрения. Иногда это подразумевает под собой некую безответственность. Иногда это подразумевает под собой какую-то чрезмерную эмоциональность. То есть, допустим, ребёнок в школе, в каком-то учебном коллективе, который пытается, никак не пытается, не соблюдает школьные правила, ему трудно на чём-то сосредотачиваться, он предпочитает веселье и игры, скучным занятием. И будем откровенны, кто из нас не предпочёл бы? Веселье и радость скучным занятием. Если речь идет о более взрослых людях, это тоже подразумевает некую безответственность. Ну, допустим, ты инфантильный, на тебя нельзя положиться. И, наверное, всё это звучит достаточно предосудительно с точки зрения взрослых, солидных, может быть, даже скучных людей. Ну, давайте заинтересуемся, например, тем, всегда ли для нас привлекательны именно взрослые, серьёзные, ответственные люди. Наверное, в определённых видах деятельности, требующих сосредоточенности, педантичности, планомерности. Ответственности всё-таки. Да, ответственности. Мы предпочтём именно таких людей. Наверное, где-то в государственной службе, в таких очень структурных организациях там действительно не приветствуется импровизация, лёгкость, несерьёзность и тому подобные вещи. Но если мы посмотрим с другой стороны, мы же вообще живём в мире, который изменился. Мы живём в мире, в котором дети с YouTube-каналами, на которых они распаковывают игрушки, рассказывают о своих жизненных событиях, о приключениях и так далее, зарабатывают невероятные деньги по нашим меркам. То есть дети, подростки, которые обращаются к миру с своими детскими и подростковыми вещами, вдруг оказываются очень богатыми людьми. И всём как-то смешно, что это какая-то несправедливость, почему человек должен всю жизнь работать и зарабатывать достаточно скромные вознаграждения, а ребёнок, обращающийся к другим детям или подросткам через YouTube, вдруг именно благодаря своей ребячливости, именно благодаря этим несерьёзным вещам, вдруг становится кумиром для сотен тысяч, а то и миллионов людей. Они следят за его игрушками, за его жизнью, и им в общем не интересны взрослые скучные вещи. Ну, главное, чтобы этот ребёнок с возрастом не потерял этого очарования, условно говоря, как вот Калкин, который вырос и в какой-то момент только перестал быть интересен. Это очень взрослая мысль. Тут хочется такой ребёнку погрозить пальцем и сказать, смотри, не потеряй всё это, что с тобой будет дальше и так далее. В том-то и беда, что мы живём, или не беда, проблема или особенность, что мы живём в изменившемся мире. Мы живём в мире, где потребители большинства вещей в этом мире, всё, за что платятся деньги, это дети, подростки, молодёжь. Для них снимаются фильмы, собирающие по всему миру огромные доходы. Для них выпускаются компьютерные игры. Для них есть блоги, видеоблоги, подкасты. Для них выступают молодёжные группы, например, знаменитая корейская поп-музыка, кей-поп, целое направление, невероятно популярное в этом мире. И в первую очередь оно ориентировано на детей и подростков. То есть мы живём в мире, который очень поменялся, а мы этого не заметили. Я хочу сказать, что есть и одна категория взрослых, которые тоже остаётся детьми. Наверное, это актёры, которые... Вот мы заговорили о кино, среди которых часто присутствует такой инфантилизм как раз-таки в силу их профессии. Я всё время вспоминаю забавный случай, когда шли съёмки, по-моему, Жени, Женечка и Катюша, там вот Кокшонов и Даль. Они снимались в военном фильме, они были в военной форме. И когда какой-то был перерыв в съёмках, они начали дурачиться, они выбежали за пределы съёмочной площадки и бегали по городу с оружием в руках. И они стреляли в другую руку. Ды-ды-ды-ды. В общем, они изображали как будто бы войнушку. И на них наткнулся патруль, военный патруль. И он их остановил. Кто такие? И они, значит, отрапортовали железнодорожный флот, морская кавалерия, значит, второй там. И их тут же, значит, арестовали, ну, думая, что это вот какие-то сбежавшие солдаты в самоволку, отправили на гаутвахту, их там вызволяла вся съёмочная команда. То есть вот это... Ну, их очень ругали, что они сорвали съёмки, но они себя вели вот абсолютно вот как вот... Я бы сказал, инфантильно. Безответственно, потому что они не понимали, что они, ну, отвечают за съёмочный день, за то, что они должны быть на месте, там, и так далее. Можно сказать, что это инфантильно. Во-первых, сколько им лет было, когда этот фильм снимался? Ну, я думаю, ну, всё-таки уже за 30, наверное, думаю, было всё-таки. Это же 70-е годы, там, по-моему, уже не женечка. Может, даже чуть помладше. Ну, во-вторых, они делали то, что... Что делают актёры? Играют. Они и играли. То есть опять мы не можем требовать от актёра тех же качеств характера, как от бухгалтера, начальника серьёзной организации и тому подобные вещи. Мне кажется, что да, если бы не было этих детских черт, вы правы, Олег, мы бы лишились большого количества актёров. Актёры – это эмоции, это игра, это то, что отличает детей от взрослых. У них эмоции и игра превалируют. И, конечно, актёры – это ещё и огромный труд. То есть, наверное, мы смотрим, что со стороны не совсем понятно, во что это обходится. И тот же Олег Даль, под каким чудовищным напряжением он жил, отчего рано и умер бедный. Но давайте попробуем не только об актёрах. Представьте себе, очень часто сюжет в книгах и фильмах за девушкой ухаживают два претендента на её сердце. Один, как я бы спешу, солидный, положительный, непьющий, очень ответственный, очень такой важный, за которым как за каменной стеной. А другой – какой-нибудь романтичный молодой человек, частый герой и фильмов, и книг. Это человек такой хаотичный, с каким-то бурным прошлым и не менее бурным настоящим. И почему-то девушки регулярно выбирают именно вот такого, безответственного, весёлого, эмоционального и так далее. Вот сейчас вы рассказали сюжет культовой картины конца, по-моему, 90-х годов «Реальность кусается». Там это картина, где Бен Стиллер сыграл такого Япи, вот молодого человека в воротничке, который уже заранее расписал всю свою жизнь до пенсии. И он вот ухаживает, девушку играла в «Айнона Райдер», и такой вот совершенно инфантильный Итан Хоук, который абсолютно вот сочиняет стихи, играет на гитаре, непонятно, вот не знает, чем он будет заниматься завтра. И вот девушка выбирает его, а не Бена Стиллера, который вот искренне недоумевает. Почему? Почему не Яп? Я же вот тебя могу обеспечить, и я точно знаю, какой будет. Она говорит, мне с тобой скучно. И это правда. И это правда. А мне, когда я об этом рассказал, пришел в голову куда более старый сюжет. Дюймовочка, который не хотел выходить замуж за крота. Солидный крот, в солидной шубе и так далее. Если вы помните еще Дюймовочка, мультфильм советских времен, где кроты на счетах скал какие-то цифры в форме песенки, очень довольны с собой. Но вот Дюймовочка не вдохновляет, в итоге она оттуда бежит. Давайте подумаем, какие еще у нас есть образы, которые вроде бы инфантильны, но при этом очень симпатичны нам. Известная детская книга Питер Пен. Питер Пен вечный мальчик, нежелающий взрослеть, и потому бессмертный, сражающийся с капитаном Крюком, сражающийся с кем-то еще, и чем-то иногда даже раздражающий героиню, девушку, потому что он настолько вроде бы поверхности, но при этом он героически приходит на помощь, он сражается, он веселится, летает, поет и так далее, и так далее. Вроде бы тоже очень такой персонаж несерьезный, и в то же время это представление о вечной юности, оно завораживает. В книжке Мэри Поппинс, по-моему, там это было, там есть младенцы, к которым прилетает птица, и она с ними разговаривает. Она говорит, что вы, к сожалению, когда взрослеете, забываете, что может знать язык птиц. К нам прилетят в следующий раз, они ее уже не узнают, к сожалению. То есть на самом деле, если мы все это будем читать, смотреть, мы поймем, что солидность, предсказуемость, надежность и основательность, и взрослость – хорошее качество, но они не всегда привлекательны. они привлекательны какой-то одной картины мира, точки взгляда на мир. И когда мы о ком-то говорим с пренебрежением, что он инфантильный, мы его осуждаем, мы не характеризуем. Более того, наши характеристики не всегда объективны. То есть, если поведение человека не вписывается в наши стандарты, мы, скорее всего, назовем его ребячливым, несерьезным. Хотя есть люди просто очень эмоциональные, очень яркие вещи, переживающие, которые, как, кстати, призывает большинство психологических течений, живут здесь и сейчас, они хотят думать о серьезном будущем. И это позиция, в которой живет огромное количество населения этого мира. И я начал задумываться, что бы это значило, и отчего это так. И меня к некоторым выводам подтолкнуло, был такой философ-стоик, римлянин Эпиктет. И одна из сторон стоического учения, они убеждали людей, что они не должны бояться, что они не должны бояться смерти. Люди почему-то всегда боятся смерти. Хотя это нормально, какая-то часть должна уйти, какая-то часть должна появиться заново, то есть в природе предусмотрен, что мы освобождаем место для чего-то, чтобы заново. То есть, чего мы состоим, по мнению стоиков, включиться в круговорот веществ в природе, потом в том или ином виде возобновиться снова. И Эпиктет говорил, что... Я сюда иду специальную эту цитату, где-то я ее у себя сохранил. Да. Эпиктет говорил, что если бы у колосьев пшеничных было сознание, то они, наверное, боялись бы смерти, а значит, не хотели бы созревать. Я понял такую интересную вещь для себя, что люди, не хотящие созревать, люди, не хотящие взрослеть. За взрослением идет старение, а за старением приходит смерть. И вот мне кажется, этот инфантилизм это такая для многих не особо бессознательная защита от смерти. Потому что с определенного возраста мы все начинаем понимать, что мы смертны. Дети понимают, что есть на свете смерть, что где-то, когда-то она есть, и в самых разных формах на них тоже вызывает страх. Вот. И я думаю, что чем больше мы взрослеем, тем этот страх смерти, мы умеем от него отвлекаться. У нас есть защитные механизмы, самые разные. Иначе мы каждый день проживали бы в ужасе, думаешь, вот еще на один день мы ближе к смерти, и впереди все как бы бесконечное, еще больше ужас, потому что до смерти остается все меньше. и я думаю, что я думаю, что один из механизмов защиты от страха смерти это та самая инфантильность. Так же, как Питер Пендов прекрасно выписанный образ. Если я навсегда остаюсь ребенком, если я никогда не повзрослею, то я никогда и не умру. Более того, многие дети и подростки говорят, а что это такое быть взрослым, это ваша скучная жизнь, на работу ходить постоянно, какие-то все заботченные приходите, работа, 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 и что? Ради этого все? В чем смысл? Кстати, о смысле. Интересно, что дети в работе смысла не видят особого. Для них это какое-то скучное занятие, куда взрослые должны постоянно ходить, вместо того, чтобы жить весело в свое удовольствие. Где-то надо было исследование, посвященное смыслу жизни. И ученые выяснили, что где-то возраст от 50 до 60 лет это возраст наибольшего ощущения осмысленности жизни. То есть к этому возрасту люди еще вполне себя активны, уже очень многого добились, многое в своей жизни поняли. У них есть семьи, у них есть какой-то проделанный путь, проделанная работа интеллектуальная и так далее. Вот. И вот эти 60 считаются пиком. Потому что потом люди, по мнению исследователей, начинают стареть, их посещают болезни, опять же мысли той самой приближающейся смерти и ограничения каких-то возможностей. и вот тогда у многих опрашиваемых было такое «А зачем все это было нужно?» Ощущение смысла начинает исчезать по мере того, как все ближе и понятнее к конечной жизни. Вот интерес, наверное, люди, помните, вот такая старая русская поговорка «старый, что малый». И, наверное, здесь что-то схожее. Чем ближе люди к старости возвращаются, они начинают ставить под сомнение «Я потратил столько лет на работу, на добывание куска хлеба, на какие-то, может, теперь уже кажутся, не такие важные вещи. Зачем все это было нужно?» Вот этим же вопросом дети задаются уже в раннем возрасте «А зачем это нужно? то есть для них для детей жизнь, наполненная игрой, это и есть смысл. И да, история человека как существа играющего занимала философа. Был такой голландский философ и ученый медиевист Йохан Хюзинга. У него есть книжка «Хомо Луденс» «Человек играющий». Он рассматривает человеческую историю как игру. «Войны» это игра, «Рыцарские турниры» это игра, «Культура» это игра и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, инфантильные люди, если не спешить их осуждать, как мы смотрим, особенно в нынешние бурные времена, в соцсетях и так далее, любовь к осуждению кого-то, кто с тобой расходится во взглядах, это в большинстве стран такой национальный спорт, я бы сказал, найти кого-то инакомыслящего, инакочувствующего, инакопоступающего и осудить его, причем, как нынче позволяют соцсети, вовсе не стесняясь в выражениях. И я с такими не сталкиваюсь, когда начинают кого-то бичевать, нынче очень популярный вопрос, как быть с зомбированными людьми. Я всегда отвечаю, для начала надо убедиться, что вы сами не зомбированы. Ну да, в обратную сторону. Да, потому что те, кто считает зомбированными, вполне себе уверены в независимости своего мышления и считают зомбированными вас только другой стороной. Так вот, если мы избавимся от заранее осуждающего взгляда на этих людей, возможно, мы чему-то можем научиться. Возможно, когда мы кого-то, ну, вы же знаете, есть такой способ защиты психологической, называется проекция. когда мы кого-то очень осуждаем за то, что нам не нравится в себе или мы ощущаем нехватку этого или еще что-нибудь в том духе. Вот, мне кажется, когда мы бичуем людей за их легкость, поверхностность какую-то, на наш взгляд неуместную веселость и безответственность, возможно, то, чего очень не хватает на какой-то момент сбросить с плеч груз ответственности, который есть, наверное, в той или иной степени у каждого, а мир еще полон тревожных и серьезных людей, которые ответственность сами себя перегружают. Я сразу вспоминаю вот ничего, этот вот институт в фильме по Стругацким, где как раз-таки Валентин Гафт играл такого отрицательного персонажа и вот какая-то творческая действительно люди, которые работают в своем удовольствии в этом институте, они веселятся, обычно работают, но не с удовольствием, но в какой-то такой атмосфере. И вот он заходит и все время таким злым голосом говорит, так, чего сидим, почему не работаем? И то есть в его понимании вот работа обязательно должна быть чем-то неприятным, что делается через силу, что все погружены, как это такая должна быть мрачность, тревожность, а вот то, что люди работают с весельем, с удовольствием, в него вызывают подозрения. Есть такие персонажи, но это люди, которые требуют от окружающих, а есть люди, которые, к сожалению, того же самого требуют от себя, то есть они себя перегружают вечной ответственностью за все подряд, абсолютно за все, люди, которые считают, что они не должны ничего упустить, ни в мелочах, ни в деталях, они должны сами себя много раз перепроверить. У нас звонок? Да, есть звонок, да, здравствуйте. 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 Вот есть такой персонаж раскрученный из шведской богатой семьи, Грета Тунберг, то ли девочка, то ли мальчик, вот это инфантилизм у нее или что-то другое? Как считаете? Ну, во-первых, Грета Тунберг не позиционирует себя как девочку или мальчик, она себя позиционирует как девочку. Я не понимаю, то ли так, как Тунберг Насколько я помню, говорили, что у нее есть расстройство аутистического спектра. Синдром Туретта, по-моему. нет, это Аспергера. Туретта, это другое. Туретта, это множество тиков. Вот. Я не знаю, что от инфантильности. Во-первых, она и была ребенок, когда она, ей было, по-моему, 16 лет, когда она начала всем этим заниматься. И она, как раз, по-моему, с какой-то гиперсерьезностью. Если инфантильность, это о веселье, радости и так далее, она вдруг решила взвалить на себя проблему всего мира. Возможно, ее подход был, на мой взгляд, несколько детский, она и была ребенок. Если бы так себя вел человек, которому было лет 30, ну, можно было сказать, что он инфантилен. А когда ребенок решила себя как ребенок, она решила поднять общественное движение. Это, наверное, сочетание каких-то личностных особенностей и того, что это вовремя упало на какую-то подготовленную почву. Но, я бы не сказал, что она инфантильна. Я, в свою очередь, вспомнил, кстати, когда Дмитрий Быков рассуждал о Горьком, он отмечал с Яхицы немножко, что Горький, который прославлял вроде бы тяжелый физический труд, как бы, став литератором, больше физически не работал и, в принципе, не любил он физического труда. И, как раз-таки, вот Быков тоже рассуждал о том, что в чем предназначение человека. Он говорил, что, в принципе, труд физический, он как-то противен даже физиологически человеческой сущности, что, в принципе, человек должен быть свободен от труда, чтобы спокойно рассуждать о смысле жизни, о бытии, наслаждаться, узнавать мир, а не добывать пропитание в пути и трудах. Ну, когда-то ты считал одним из признаков благородного сословия того, что оно должно иметь свободное время. Свободное время подразумевалось совсем не всегда, что речь идет о том, что надо просто пить, есть и гулять в свое удовольствие. То есть, это не так давно писали, что, допустим, для королевских семей или для знатных семей в программу, допустим, развлечений входило, участили в прослушивании философских теологических диспутов. Кстати, о свободном времени у Аристотеля было отдельное учение о досуге, о том, как его надо проводить, и это было отдельной частью жизни, и Аристотель считал, что именно человека определяет не то, кем он работает, а то, как он проводит свой досуг, чем он его наполняет. И, наверное, кстати, по инфантильности Аристотель говорил, что когда жизнь наполнена только развлечениями или какой-нибудь просто примитивной пользой, то это удел детей или рабов. То есть взрослые свободные люди должны проводить свой досуг куда более осмысленно. Ну, про рабов понятно, и да, для детей это наполнено игрой. Но, опять, Аристотель жил в другие времена, это были греческие полисы, там была отдельная понятие, что такое свободочка, долг свободного гражданина, мы живем в другое время, и то, с чего я начал, для многих детей развлечения вдруг становятся способом зарабатывать на жизнь. К чему я эту тему вообще сегодня затеял, священную инфантильность? Ну, наверное, не знаете, я всегда в наших передачах призываю людей задуматься. Я хотел бы, чтобы люди, которые кого-то спешат осудить и назвать их инфантильными, задумывались прежде, чем осуждать. Ну, чтобы человека осудить и вообще о нем вынести суждение, вынести суждение не обязательно что-то судить, это однокоренные понятия, но разные. Хорошо бы прислушаться и присмотреться, с кем ты имеешь дело. И настолько ли незыблемо, безупречно твоя собственная позиция, чтобы ты осуждал окружающих людей. И возможность кого-то осуждаешь за то, что он весел, эмоционален, не очень ответственен. Это то, чем тебе очень хочется обладать самому, но ты по каким-то причинам не можешь себе этого позволить. Я уверен, что есть некая баланс. Даже очень серьезных ответственных людей должно быть время для веселья, радости и безответственности. У меня часто бывают пациент, когда задаю им вопрос, что вас в вашей жизни помогает чувствовать себя расслабленным, веселым, беззаботным. И многих ставят в тупик. Они теряются. Ну, алкоголь, конечно, приходит на ум, понятно, что когда я выпью, мне сразу все веселее, моя ответственность исчезает, потом, правда, наследственность не все возвращается вместе с похмельем, но в общем-то простой вопрос, что тебя радует, что тебя веселит, когда тебе бывает хорошо, многих смущает. Поэтому, если вы хотите кого-то осудить за то, что он слишком ребячлив, весел и эмоционален, задумайтесь, может, вам этого не хватает, может, вам бы хотелось что-то из этого взять, у этого человека, научиться у него этой ребячливости и веселью, прийти в более такое уравновешенное состояние, чтобы твоя тревожность и ответственность уравновешивалась каким-то весельем, отдыхом и хорошим наполненным досугом. Если мы говорим о людях, которых называют инфантильными, когда человеку говорят, что ты ведешь себя как ребенок и так далее, это тоже повод задуматься. Я сейчас не говорю об инфантильности в рамках психического расстройства, такое тоже бывает, я говорю о том, об обычном человеке, не очень ответственно, который называют инфантильным. Это тоже повод задуматься, не бичевать себя, не осуждать себя, задать все вопросы, насколько мне мой подход к жизни вредит, насколько он приносит мне ущерб, насколько я потом от своей беззаботности терплю какие-то несчастья, раскаиваюсь в этом и так далее. Если это так, то, наверное, любой человек может в себя вслушаться и понять, в какой момент он начал избегать ответственности за свою жизнь, в какой момент ему захотелось больше быть ребенком. Если человек ощущает, что ему не хватает взрослости, почему-то, а ему ее хотелось бы получить, не потому, что кругом строгие дяди говорят, тебе грозя пальцем, тебе надо повзрослеть, а потому, что ты ощущаешь, чего-то не хватает. Тогда ты начинаешь задумываться самостоятельно или с помощью специалиста и понимать, почему ты именно так выстраиваешься в свою жизнь, почему ты именно так на нее реагируешь. И, возможно, кому-то придет новый образ Питера Пена, а кто-то может поймет, что не взрослеть, это значит жить в мысли, что ты никогда не умрешь и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, как все наши передачи завершаются открытым вопросом, стоит ли осуждать других, стоит ли осуждать себя, и осуждающим и объектам осуждения лучше задуматься о себе, о своих чувствах, о том, откуда они пришли, куда они ведут, и насколько, именно говоря, о нашей теме, насколько это плохо быть инфантильным, да и каждый человек, которого называем инфантильным, инфантилен. Вот на этом я и завершу нашу передачу. Рель Резник Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа Диагноз недели. Спасибо большое и до новых встреч. Всего доброго.